Здесь уже она ушла, потому что здесь пойдет вторая палочка. Ходить нужно правильно. Экспресс-обучение по скандинавской ходьбе, захватившей бабушек и дедушек. Размах плеча, положение руки, все, чтобы не делать лишних движений и не перегружать корпус. Пенсионеров, увлеченных спортом или любой активностью, порой нужно оберегать. Очень люблю ходить. Мне надо привязывать, потому что я все время бегаю везде. Дети мне говорят, хватит уже. Сын говорит, надо, а внучка говорит, бабушка, остановись. Я стараюсь утром побольше, ищу причину, чтобы сходить куда-нибудь. Вот, например, сюда сегодня. Это утро Галина провела в Краевом центре общественного здоровья. В рамках месячника пожилого человека здесь обследуют людей старше 65 лет со всего края. Замеряют сахар в крови, объем легких, смотрят на сердечный ритм. Полтора часа, и у пациентов есть полное понимание состояния организма и отдельных органов, и даже костей. Здесь сканируют скелет, чтобы определить потерю костной ткани. Степень разряжения позволяет либо в остеопене, когда есть умеренное снижение, еще нет как такого остеопороза, либо уже выраженный остеопороз, который требует уже непосредственное лечение с соответствующими препаратами. Это все зависит от питания? Во многом, да. Естественно. Недостаток кальция – это, ну, чем компенсируется? Прежде всего, молочные продукты. Пациентам пожилым хотя бы раз в году наверняка препараты кальция. Врачи выделяют следующие риски развития болезни у пожилых пациентов. Риск первое – это когнитивные нарушения, снижение памяти, внимания, риски падения. Второе – это снижение слуха и зрения. Третье – это снижение мышечной силы, так называемая саркопения. И очень важно – это потери костной ткани, так называемый остеопороз. Чтобы обнаружить развитие того или иного заболевания, в Краевом центре круглогодично принимают пациентов всех возрастов для первичного обследования. Но в октябре усиленное внимание направлено на пожилых людей. В центре ждут всех желающих. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.